Сейчас я расскажу все подробности одного из главных событий прошлой недели, а вы пока подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк и, главное, комментируйте и задавайте вопросы. На некоторые из них я дам подробные ответы в отдельном видео. Суд в Москве оштрафовал кондитера Анастасию Чернышеву на 35 тысяч рублей по статье о дискредитации армии. А перед этим к ней приходила полиция и даже задержала ее. 22-летняя девушка уже год печет и продает сладости с антивоенными и протестными лозунгами. Среди ее изделий, например, торт с флагом Украины и фразой на украинском языке «Любовь переможа», то есть «Любовь победит». Мини-торты «Дедушка Мороз, Путина прогони», «Путин умрет, а мы останемся», ну и «Россия будет свободной». Теперь Чернышева собирается испечь еще и торт с материалами своего дела. Чем это все закончится, думаю, скоро узнаем. Претензии у властей к девушке появились после того, как на нее написали донос. После публикации телеканала «Царьград». Тогда же Чернышевой начали поступать угрозы. Да, добро пожаловать в 1937-й. Яркий пример. Депутат Госдумы Андрей Гурулев считает, что в России нужно вернуть понятие враг народа. Смотрите сами. Проводить понятие враг народа. Не надо этого стесняться. Враги есть, понятия нет. Причем не только там, которые дебильные приказы отдают, но в том числе здесь, на гражданке, про чем мы говорили, все эти ждуны, все остальные это сволочь, которая в наличии имеется. Мы чего стесняемся? Мне говорят, ты хочешь сталинских репрессий? Я хочу. Я хочу, при том, что мой дед 9 лет отсидел. Я хочу напомнить в этой статье. Всю войну прошел, в 1946 году отсидел, потом был реабилитирован. Но понимаешь, что это было необходимо на тот момент. И вот доносы нынче в самый раз. В России сейчас эпидемия доносов. Война против Украины воскресила все общественные явления, о которых россияне уже забыли на долгие десятилетия. А теперь стучат все на всех. Стучат в полицию или Роскомнадзор. Написал что-то в соцсетях – жди. Сказал что-то соседу – скоро придут. Даже совсем родные люди часто густо друг на друга пишут доносы. Чаще всех пишут их именно из-за критики войны против Украины. Обычно стукачество носит единичный характер. Например, дедушке из Подмосковья не понравилось, что одна из учениц местной школы пришла на уроки в синей-желтой одежде. И он на нее донес куда надо. Девочке повезло, когда приехала полиция, она уже куда-то ушла. А проверка этого факта идет до сих пор. Но есть и профессиональные стукачи. Те, кто работают по-крупному. Вот, например, охотник на Аллу Погачеву Виталий Бородин. Бородин так увлечен стукачеством, что с него посмеиваются даже пропагандисты федерального ТВ. Надо же, он же Бородин подверг травле и актрису Лео Хеджакову. Но Бородин делает все это за деньги. Когда Россия напала на Украину в 2014 году, мать Бородина – пенсионерка. Неожиданно для всех, наверное, для себя тоже, купила огромный земельный участок и дом в полтысячи квадратных метров в элитном районе под Москвой. Но ведь есть и те, кто делает это просто так. Например, антрополог Александра Архипова нашла доносчицу за идею. Та написала более 750 доносов различной организации за год полномасштабной войны. А иногда люди стучат сами на себя, сами того не подозревая. Так все специально устроено. Например, студентов пермских вузов заставляют пройти анкетирование. Анкетирование среди вопросов отношения к СВО и Путину. Как вы думаете, насколько честными могут быть ответы? Причем на данный момент уже известно о, по крайней мере, трех вузах, где просят пройти тест с вопросами про отношения к Владимиру Путину и так называемой спецоперации. Что интересно, опрос анонимный, но находится на платформе «Неравнодушный человек». И чтобы его пройти, нужно зарегистрироваться на сайте с использованием личной информации. Если вы вдруг не знали, то проект «Неравнодушный человек» создан совместно. Миннауке, Минпросвещение, Томским университетам и ВЦИО. Как программа регулярных социологических опросов студентов, преподавателей и административного состава российских вузов. До конца 2024 года планируется привлечь на платформу представителей более 700 высших учебных заведений России. Ну а для чего же все это делается? Сейчас процитирую. Студенты вузов – это часть гражданского общества. Сбор и анализ их мнений позволяет увидеть более полную картину того, чем живет и что думает молодежь. Хотя мне почему-то кажется, что цели этого проекта уж совсем другие. Кстати, в прошлом году у главной стукаческий орган России Роскомнадзор поделился интересной статистикой. Так вот, ведомстве сообщают, что на протяжении 2022 года в Роскомнадзор и его территориальные органы поступило 283 789 обращений граждан. Много это или мало, вы уж смотрите сами. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...